Вопрос, как победить старение и максимально продлить жизнь, волнует человечество едва ли не от сотворения мира. Ученые всех стран ищут рецепты вечной молодости и гены долголетия. Пока идут поиски, минимум, что мы можем сделать это основательно подходить к собственному здоровью. Прежде всего не переедать, продукты и без того стали хуже от большого количества удобрений, к тому же все органы человеческого тела страдают от приема излишней пищи. Летом обязательно ходите босиком, чтобы не прерывалась связь с землей. Научитесь правильно отдыхать. День создан для работы, а ночь для сна. Чтобы быть здоровым и надолго сохранить работоспособность, ложитесь спать не позднее 10 часов вечера и вставайте в 5 или 6 часов утра. Почаще пейте чай из лесных плодов и трав, в них чистота и источник здоровья. Хотя бы раз в неделю ешьте вареную пшеницу, запивая ее чистой водой. Таким образом вы будете постоянно очищать свой организм, а значит, поддерживать в себе жизненную силу. Люди должны есть ржаной хлеб, чтобы сохранить здоровье и уцелеть. В наше время рожь имеет большое значение. Уменьшайте содержание жиров. Те, кто здоров, должны постепенно уменьшать долю мясных блюд, а лучше вообще отказаться от мяса. Больше двигайтесь и много работайте. Праздное времяпрепровождение это болезнь, которая разрушает не только душу, но и тело. Вечером перед сном обязательно мойте ноги, а лучше, если позволяют условия, принимайте душ. Вода смывает не только пыль и уличную грязь с вашего тела, но также усталость и все плохие мысли и переживания, которые могут нарушить ваш сон. Не мойтесь очень горячей водой. Почаще пользуйтесь домашним мылом и природными средствами, которые не вредят здоровью. Чрезмерное употребление лекарственных препаратов вредит здоровью, лекарство закрывает дверь, через которую вместе с травами поступают природные силы, восстанавливающие нарушенное равновесие в организме больного. Разрешайте детям летом играть везде, где они захотят. Пусть пачкаются, бегают, почаще ходят в лес. Зимой это защитит их от болезней. Любите друг друга, стремитесь к хорошим мыслям и делам, это лучшее лекарство для всех.